В зале 34 депутата городской думы. За ними решение, кто займёт пост главы города. В очных выборах участвовали четверо претендентов из шести. Игорь Ефремов и Алексей Онищенко попросили рассмотреть их кандидатуры без личного участия. Первым выступил Александр Балдакин. Исполняющий обязанности первого замглавы Ульяновска охватил сразу несколько проблемных тем. Акцент был сделан на улучшение дорог, системы общественного транспорта, увеличение числа уборочной техники. Как только все кандидаты озвучили программу действий, ответили на сопутствующие вопросы, начался процесс голосования. Всё, ящик для голосования закрыт, опечатан. И будет сейчас комиссионно вскрываться, для того, чтобы можно было посчитать количество голосов подлинно за того или иного депутата. За Александра Балдакина проголосовали 33 депутата. Один парламентарий отдал голос за Дмитрия Грачёва. Официально в должность мэра Балдакин вступил после принятия присяги с ключами от города. Он получил большую ответственность за благополучие ульяновцев. Было принято единогласное решение поддержать Александра Егоровича, поддержать ту традицию и ту стратегию развития, которая формировалась в соглашении между депутатскими объединениями партии Единой России в Градской думе и администрацией города. Работы предстоит действительно много. Но, как отметил новоиспечённый градоначальник, сперва нужно отгулять майские праздники. А уже потом брать курс на улучшение инфраструктуры. Соединить два берега Волги электротранспортом, остановить оползни, избавиться от точечной застройки. Первые шаги – продолжить ту начатую работу, которую я уже проводил в течение года. Выстраивать диалог с жителями, ещё укреплять диалог с депутатами, которые оказали мне сегодня большую поддержку, за что я им очень признателен. И будем дальше двигаться на благоустройство и делать город Ульяновск, как я в своей сказали, лучшим городом в стране. Депутаты отметили не только профессиональные, но и личные качества нового мэра. Илья Ножечкин, председатель Гордумы, описал Александра Балдакина как исполнительного и хозяйственного руководителя. Это именно тот человек, с кем взаимодействуют, прежде всего, при выполнении наказов, связанных с строительством дорог, благоустройством, инфраструктурой социальной сферы, освещением и многим другим. Над большими вопросами по улучшению областной столицы депутатский корпус, городская и региональная власти будут работать вместе, прежде всего, опираясь на мнения самих ульяновцев. Как отметили в администрации города, такая обратная связь наиболее эффективна. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Улл Правда ТВ.